Андрей Симонов, уроженец города Грозного, в своё время студент Чечено-Ингушского государственного университета вспоминает о ректоре, который был безжалостно убит, и его убийцы не найдены до сих пор, о Викторе Абрамовиче Канкалике. В последние годы мне почему-то всё труднее и больнее вспоминать Грозный. С чем это связано, не знаю. То ли забылось всё хорошее и в итоге осталось в памяти не самое лучшее, то ли просто того города, в котором родился и вырос, больше нет. И вспоминать его как покойника не очень приятно. Теперь там какой-то Дубай, не имеющий ничего общего с тем Грозным, который остался в моей памяти. На днях довелось побывать на Востряковском кладбище в Москве. Когда ехал туда, память будто озарила вспышка. На этом же кладбище похоронен Виктор Абрамович Канкалик. Надо бы найти его могилу. А дальше из самых дальних закоулков памяти Начало всплывать всё остальное, Что, как я наивно думал, уже прочно мною забыто И никогда больше не будет вспоминаемо. Но память штука коварная, любит напоминать даже о том, Что хотелось бы забыть навсегда. Вот и в этот раз она услужливо воскресила В моей памяти день 12 ноября 1991 года. Я с однокурсниками стою перед центральным входом В Чечено-Ингушский государственный университет Имени Льва Николаевича Толстого. Мы смотрим на большую лужу, впитавшейся в асфальт крови, Которую кто-то посыпал песком. Таким зрелищем нас уже не удивишь. Такое в тот год на улицах Грозного Можно было увидеть нередко. Но в этот раз у нас шок Не только по этому поводу. Оказывается, вчера вечером Ректора нашего университета похитили, А про ректора застрелили. Это его кровь перед нами. Обоих этих людей я хорошо знал. Едва поступив в университет, я волею судеб попал в так называемый STEM – студенческий театр эстрадных миниатюр. Группа студентов самостоятельно ставила небольшие скетчи и различные номера самодеятельности. А потом в начале учебного года, как агитбригада, именно так мы и назывались тогда, ездила с номерами по всей республике, выступая перед студентами, проходившими в колхозах и совхозах так называемую трудовую практику. Идея таких поездок принадлежала ректору нашего университета, Виктору Абрамовичу Конкалику. Как психолог он прекрасно понимал, чем можно развлечь студентов в отрыве от дома. А когда мы давали выступления в стенах университета, он всегда был в первом ряду зрителей. Погибший проректор Абдул-Хамид Махмудович Беслиев читал нам лекции на физфаке, где я учился. Очень хороший лектор и приятный человек. До сих пор помню, как однажды опаздывал на занятия, и Беслиев, проректор, проезжая мимо на своей машине, увидел меня, рядового студента, бежавшего на трамвайную остановку, окликнул и подвез до университета. Вроде бы ничего сверхнеобычного, но вот почему-то помнится до сих пор. Порядочность и отзывчивость Беслиева и погубила. В 1991 году на волне националистических настроений в Чеченой Ингушетии Конкалику начали угрожать, требуя, чтобы он ушел с должности ректора университета. Националисты считали неправильным, что чечено-ингушский госуниверситет возглавляет еврей. Летом 1991 года Конкалику предложили какую-то высокую должность вроде бы в Сочинском университете. Он даже согласился. Но! Далее привожу версию моей ныне уже покойной бабушки, хорошо знавшей мать Виктора Абрамовича. Препятствием к переезду из Грозного стала мать Конкалика, 83-летняя Роза Самуиловна. Она категорически не захотела переезжать куда-либо, заявив сыну, что жить ей осталось недолго и она хочет умереть в Грозном. Вот, мол, когда ее не станет, то пусть Виктор похоронит ее рядом с сыном Григорием, умершим в 1985 году в возрасте 50 лет, а потом уже переезжает куда хочет. В итоге Виктор Абрамович Конкалик остался на посту ректора Чечено-Ингушского государственного университета. В ноябре 1991 года он все же решается уйти из университета. Об этом пишет академик Артур Владимирович Петровский в своих воспоминаниях. Мы договорились с Конкаликом о его переезде в Москву и профессуре в Российском открытом университете. Последний телефонный разговор. Он сказал, что через три дня вылетает в столицу для решения задач трудоустройства и жилья. Но события развернулись неожиданно и трагически. Вечером 11 ноября 1991 года в кабинете ректора Чечено-Ингушского государственного университета проходило совещание. После его окончания проректор по науке Касаков зашел за какими-то документами в свой кабинет. Это его и спасло. А ректор Виктор Абрамович Конкалик и проректор по учебе Беслиев сразу вышли из здания университета на улицу. В этот момент из подъехавшей Волги к Виктору Абрамовичу подскочили трое вооруженных людей. Подхватили его под руки. Конкалик был очень маленького роста. И начали запихивать в машину. Абдул-Хамид Махмудович попытался помешать похитителям и получил автоматную очередь в грудь. Через несколько часов он умер. Конкалика увезли в неизвестном направлении. Все эти годы я много думал о поступке Беслиева. Ведь он же прекрасно понимал, что после похищения Конкалика именно он, проректор и чеченец по национальности, станет ректором университета. Да и зачем, казалось бы, мусульманину защищать иудея? Но у Абдул-Хамида Махмудовича Беслиева на первом месте все же была совесть, а не национальность. Именно поэтому он бросился на помощь своему коллеге и отдал за него свою жизнь. Из дальнейшего хорошо помню обращение президента Чечни Джохара Дудаева по местному телевидению с предложением выкупа за Конкалика. Но мы все прекрасно понимали, что это нереально. Кровную месть в Чечне никто не отменял. И если бы Конкалика все же вернули живым, то родня Беслиева любой ценой вытрясла бы из него сведения о его похитителях, убийцах Абдул-Хамида Махмудовича. Поэтому все понимали, что Виктора Абрамовича живым мы уже не увидим. Понимала это и его мать, которая считала себя косвенно виновной в гибели сына. Поэтому вскоре ушла из жизни, приняв большую дозу снотворного. Так рассказывала мне моя бабушка. Может быть, было и не так, но факт, что Раисы Самуиловны не стало в декабре 1991 года. В том же декабре 1991 года мне пришлось уехать из родного города. Но судьбе было угодно, чтобы я присутствовал при развязке этой истории. Летом 1992 года я приехал в Грозны на каникулы и совершенно случайно узнал о том, что в здании Чечено-Ингушского государственного университета проходит церемония прощания с Виктором Абрамовичем Конкаликом. Академик Петровский писал в своих мемуарах. О развязке этой трагедии узнали не скоро. Где-то неподалеку от Грозного, около селения, пастухи обратили внимание, что коровы отказываются лакомиться сочной травой на небольшой лужайке, упорно ее обходят. Опытные люди сразу поняли, в чем дело. Были произведены раскопки. Как мне рассказывали, нашли труп зверски изуродованного ректора. О подробностях писать страшно и страшны эти подробности. В конце июля 1992 года, после прощания в стенах университета, цинковый гроб с телом Виктора Абрамовича Конкалика увезли в аэропорт и отправили в Москву. Его убийцы так и не были найдены. Много позже из интернета я узнал, что Виктор Абрамович Конкалик похоронен на Востряковском кладбище в Москве. И вот в это воскресенье, оказавшись на этом кладбище, нашел его могилу. Постоял, повспоминал. А вернувшись с кладбища домой, нашел в своих обширных архивах свой старый студенческий билет. На нем печатная фоксимиле Виктора Абрамовича Конкалика и живая подпись Беслиева. Он расписался за декана моего факультета. Два дня воспоминаний о том времени в буквальном смысле терзали меня. И в итоге я решил изложить все это здесь. Для истории пусть потомки помнят и об этом тоже. Его статью комментирует известная правозащитница Светлана Ганнушкина. Прекрасный теплый текст. Но одна фраза резанула по сердцу. Да и зачем, казалось бы, мусульманину защищать иудея? Десятки, сотни историй мне пришлось выслушать от беженцев из горячих точек. И поэтому ответ на это зачем я хорошо знаю. Азербайджанцы спасали своих армянских соседей, рискуя, а порой и жертвуя жизнью. Армянская беженка уже в Москве беспокоилась о судьбе пропавшего азербайджанского мальчика, приносившего ее семье хлеб во время погромов в Баку. Мальчик нашелся. Чеченские семьи помогали русским соседям именно в то непростое время, которое описывает Андрей Симонов. Андрей Симонов ответил Светлане Ганушкиной. Да, вы правы, такое было. Но было и другое, когда соседи убивали своих соседей. И я лично знаю такие случаи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok